Дерево-земляная огневая точка, сокращенно ДЗОТ, в некоторых источниках расшифровывается как долговременная замаскированная огневая точка. ДЗОТ – это полевое оборонительное фортификационное сооружение, построенное из бревен, досок и грунта. Не следует путать с ДОТом. Термин был широко распространен во время Советско-финской войны, а также во время Великой Отечественной войны для названия легких замаскированных огневых сооружений. Основными преимуществами ДЗОТа являются возможности его быстрого и скрытного для противника возведения при ограниченных ресурсах строительных материалов и сил. Как правило, ДЗОТа устанавливают в местах, господствующих над местностью или имеющих сложный рельеф. Помимо этого, строительство ДЗОТа в целесообразно на наиболее вероятных направлениях атак противника. Один-два скрытых пулемета, открывающих огонь с близкого расстояния, дают эффект внезапности, внося в ряды наступающих сумятицу и панику. При этом расчет ДЗОТа находится в укрытии. ДЗОТ может быть как одиночным, так и входить в систему полевого, временного, укрепленного района. В этом случае ДЗОТы располагают на местности с возможностью взаимной огневой поддержки друг другом, путем пересечения секторов их обстрела. ДЗОТ обычно сооружается как укрепленная срубом или досками, не полностью заглубленная земляная выработка, перекрываемая накатом из бревен. На крыше оборудуется воздуховод для отвода пороховых газов. В стороне, обращенной к неприятелю, устраивается амбразура для ведения огня. Для этого сколачивается из досок или жердей короб в виде раструба с заданным углом обстрела. Непосредственно вокруг амбразуры оставляется плоская вертикальная стена самого ДЗОТа, не покрываемая грунтом. Амбразура устраивается на некоторой высоте от уровня местности, часто место непосредственно перед ней покрывают грунтовой засыпкой для формирования ската. Амбразура нередко оборудуется откидывающимся наружу защитным щитом. ДЗОТ может иметь несколько амбразур, в том числе для организации круговой обороны. В более поздних конструкциях сверху амбразур также устанавливались противогранатные щиты или сетки. Для затруднения его обнаружения и уничтожения противником ДЗОТ максимально маскируется под окружающую местность. Для этого сверху ДЗОТ покрывается грунтовой засыпкой, на которой с помощью дерна восстанавливается растительный покров. Укомплектовывается, как правило, пулеметами и другим стрелковым вооружением, редко более тяжелым оружием.